Так выглядит сегодня советская атомная подводная лодка «Комсомолец». Спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море. Это произошло 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров, в 180 километрах к югу от острова Медвежий, Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек погибло 42. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке подводной лодки. Она имеет ядерную силовую установку ЯСУ и две торпеды с боевыми частями из плутония. На борту «Комсомольца» имеется также ядерный реактор. По этой причине постоянно сохраняется опасность радиационной катастрофы из-за попадания в воду ядерных материалов после естественного разрушения оболочек, ядерных боеприпасов и реактора. В связи с этим, с момента гибели лодки неоднократно высказывалась идея поднять «Комсомолец» целиком или хотя бы его ядерно опасной части. В августе 1993 года была предпринята попытка поднять затонувшую при аварии всплывающую камеру. Удалось найти камеру на дне в 1650 метров, зацепить специальным захватом и поднять на 200 метров. Но затем трос порвался. Камера снова упала на дно и до сих пор лежит на глубине 1750 метров. Попыток по поднятию фрагментов лодки и опасных ее частей не было. Прошли десятилетия, и мы снова наблюдаем конструкции той эпохи. Это стало возможным благодаря беспилотному аппарату, который сумел добраться до этой глубины. Измерения, проведенные около вентиляционного отверстия лодки с помощью дозиметра, показали, что уровень излучения примерно 800 тысяч раз больше типичного значения для Норвежского моря. Однако излучение на такой глубине, к счастью, не представляет большой опасности для обитателей моря. Кроме того, столь высокая концентрация излучения наблюдалась только в нескольких образцах, взятых около вентиляционного канала, а в нескольких метрах над лодкой уровень радиационного загрязнения оказался в тысячи раз ниже. Подводный робот также обнаружил клубы мутной воды, поднимающиеся с воздуховода. Это привлекло внимание исследователей, которые задаются вопросом, связано ли это с радиоактивностью. Эти облака, как они их называют, в будущем будут исследованы. Подводный зонд также взял пробы морской воды, отложений и крошечных организмов, прикрепленных к затонувшей лодке. Эти образцы будут проанализированы в лаборатории, поэтому текущие результаты следует считать предварительными. В любом случае, сегодня лодка лежит на глубине, делающей ее доступной для работы современных глубоководных аппаратов, что создает возможность извлечения из нее ядерного оружия и материалов для утилизации. Но кто возьмется за это? Субтитры создавал DimaTorzok Изучение и сбор данных со дна океанов имеет важное значение в разных областях науки. В геологии и даже астробиологии. Ведь такая информация может помочь найти жизнь на других планетах и их спутниках Солнечной системы. Одним из наиболее пригодным океанам для изучения влияния экстремальных условий на возможность существования жизни является Тихий океан. А именно самое глубокое место на всей нашей планете. Марианская впадина. Это океанический глубоководный желоб на западе Тихого океана. Самый глубокий из известных на Земле. Более того, Марианская впадина расположена в зоне, где фронт надвинутой плиты и вертикальные скаловые деформации, пододвигающие плиты, имеют различные азимуты. Это указывает на нетривиальный характер кинематики взаимодействующих плит, имеющих разные векторы движения. Изучение тонкой структуры этих деформаций имеет фундаментальное значение для анализа активных геодинамических процессов, формирующих геологические риски для прибрежных стран, инженерных сооружений и навигации. Патина находится на границе стыковки двух тектонических плит. В зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую. Марианский желоб имеет форму полумесяца, длиной около 2540 километров, шириной 69 километров и глубиной до 11 километров. На дне впадины верхний столб воды оказывает давление 1086 бар, что более чем на 1071 раз превышает стандартное атмосферное давление на уровне моря. При таком давлении плотность воды увеличивается почти на 5%, составляет от 1 до 4 градусов по Цельсию. Самой глубокой точкой Марианской впадины, находящейся на юго-западе примерно в 400 километров от острова Гуам, является бездна Челленджера, названная так в честь английского гидрографического судна Челленджер 2. В 1951 году с помощью эхолота с этого судна была зарегистрирована глубина 10 899 метров. Затем в 1960 году было совершено первое погружение человека на дно Марианского желоба. Это были Дон Уолш и исследователь Жак Пикар в батискафе Триест. Приборы тогда зафиксировали рекордную глубину в 10 918 метров. В 1995 году японский зонд Кайко был спущен на глубину 10 911 метров. Во взятых зондом пробах Хила были найдены живые организмы — фораминиферы — группа раковинных одноклеточных животных. В 2012 году третьим человеком, опустившимся уже в одиночку на глубину 10 908 метров на глубоководном одноместном аппарате Дипси Челленджер, стал известный режиссер и исследователь Джеймс Кэмера. Он взял образцы пород, живых организмов и провел киносъемку, используя 3D-камеры. Отснятые режиссером кадры легли в основу научно-документального фильма. Позже, в 2019 году, Виктор Вискова установил новый рекорд глубины погружения человека — 10 928 метров. С его помощью было также собрано множество научных данных, образцов и открыто 4 новых вида ракообразных, а также пластиковый пакет и обертки от конфеток. Как ни печально, но человеческий мусор достиг дна даже здесь. В 20-х годах Виктор Вискова еще не раз был в роли пилота, управляя и опускаясь другими исследователями на дно Марианской впадины. На сегодняшний день с самой глубокой точки земли достигли уже 16 человек и при этом живым. И вот, наконец, 8 мая 2020 года на дно Марианской впадины опустился российский, полностью автономный подводный аппарат «Витязь-Д». Название глубоководный комплекс получил в память о советском научно-исследовательском судне «Витязь», определившей максимальную глубину бездны Челленджера. Это был также первый из экспериментов, запланированный в рамках проекта «Витязь» и осуществленный совместными усилиями российских судостроителей и научных коллективов РАН при поддержке Тихоокеанского флота. Глубина погружения, скорость передвижения, состояние дна, соленость воды, скорость распространения звука на каждой глубине, десятки других данных и, конечно же, координаты. «Витязь-Д» может работать во всем эшелоне глубин от 0 до 13 тысяч метров. И вот после тестов инженеры готовят своего подопечного главному погружению. Не теряя времени прямо на пути к Марианской впадине, проводят тщательный осмотр всех узлов аппарата. Еще одно важное условие погружения – погода, которая как раз не препятствовала этому. Волновая нагрузка – 1-2 балла. Поэтому, имея хорошее окно, инженеры решили действовать незамедлительно. По приходу в район на закате сразу же развернули окончательную подготовку. 8 мая 2020 года – один из самых волнительных моментов. Это ночное погружение. Волнительных? Потому что японские и американские проводные беспилотники, спущенные на глубину, были утеряны. Например, японский зонд Кайка был потерян у побережья острова Сикоку во время тайфуна из-за обрыва троса, соединяющего его с судном-носителем. Американский Нерея был потерян при погружении на 9900 метров в желоб Кармадек на юго-западе Тихого океана. Поэтому скорость погружения в 1 км в час была выбрана не случайно. Таким образом, конструкция аппарата не получала сверхскоростного обжатия. Каждые 10 метров погружения прибавляют в давлении 1 кг на сантиметр квадратный. Так что, пока продолжался спуск Витязи, наступило утро 9 мая. Через 10 часов от момента начала погружения датчики аппарата зафиксировали глубину 10028 метров. Витязь сразу же приступил к следующему шагу миссии – выполнение обзорного поисковой съемки дна. Было проведено картографирование, фото- и видеосъемка, изучение параметров морской среды. На дне исследователи неожиданно встретили плоских рыб размером до 30 сантиметров, похожих на камбалу. К счастью, аппарат не был ими съеден. Также были обнаружены представители семейства фораминифер, ксенофеофоры или панцирные амебы, размером до 10 сантиметров в диаметре. На сегодняшний день считается, что эти существа – самый крупный в природе одноклеточный, химический состав их тел крайне ядовит для обычных живых клеток. Они содержат в себе относительно много таких тяжелых металлов, как свинец, уран и даже ртуть. Для обитания ксенофеофоров здесь, в Марианской впадине, самые подходящие условия – огромное давление, пониженное содержание кислорода и отсутствие солнечного цвета – то, что нужно. Здесь они приобретают и фильтруют ил, тем самым обеспечивая среду обитания для других обитателей морского дна – ракообразных, моллюсков и прочих жителей. Такое вот взаимовыгодное соседство. Однако ксенофеофоры могут оказаться лишь малой долей представителей глубин океана. Живой мир на больших глубинах, возможно, гораздо более разнообразен. Так, камерам на одном из погружений удалось зафиксировать и чрезвычайно глубоководных медуз. Продолжительность исследовательской миссии без учета погружения и всплытия составили более трех часов. Кстати, после погружения команда на корабле ждала всплытия аппарата в одном месте, а на самом деле он появился над водой в девяти километров от заданной точки. Так удалось установить, что в Марианской впадине есть достаточно сильное морское течение. В будущем такие аппараты, как Витязь-Д, будут оснащены энергоемкой литий-ионной аккумуляторной батареей. В последующем предполагается использование в аппарате гибридной энергоустановки на базе современных образцов электрохимических генераторов и криогенной системы хранения энергокомпонентов. Такой двигатель будет дешевле, экономичнее и, конечно, экологичнее ядерных энергоустановок. Что ж, надеемся, что такой достойный проект будет и дальше жить, и развиваться. И мы вскоре услышим о появлении новых братьев Витязя, так как это было с восходами и союзами, которые множились, когда покоряли космос. Сейчас же в ногу со временем идет эпоха освоения и гидрокосмоса. Справедливо говорят, что человечество лучше исследовало ближний космос, чем океанское дно. Если продолжать сравнение, то можно заметить, что наибольшие научно-практические достижения в космосе были получены именно с помощью беспилотных платформ. Можем быть уверены, что подобные аппараты смогут погружаться и в неземные океаны, обнаруженные в Солнечной системе. Мы только начинаем понимать то, чем живут подводные глубины и создания, которые там обитают. Океан – это совершенно другой мир, впечатляющий и безумно интересный. Продолжение следует... Продолжение следует... Общение в том или ином виде свойственно всем живым существам, только его форма у всех разная. Например, рыбы, мармериды, длина которых составляет от 9 до 50 см, мозг пропорционально очень большой, сравнимый с человеческим по массе тела. Увеличенные участки мозга указывают на хорошо развитые чувства. Дело в том, что мармериды применяют для контакта слабые электрические импульсы, но делает это, в отличие от других, особенным образом. Изучая данную способность, исследователи обратили внимание на то, что рыбки-собеседники время от времени делают в своей речи целенаправленные паузы. Эта пауза вовсе не означает конец предложения или окончание самого обращения, что выглядело бы весьма пугающе. Напротив, рыбки замолкали, чтобы привлечь внимание другой стороны к тому, что они скажут далее. Это практически полная аналогия с тем, как люди делают паузы, чтобы выделить важное слово или некий момент в своей речи. А самое интересное, что и у рыб, и у людей это связано со схожими механизмами работы мозга. Так как мармериды обмениваются электрическими импульсами, их мозг в процессе диалога подвергается небольшим ударам тока. Изучая работы его клеток, то есть после паузы, мозг быстрее и активнее подается стимуляция. Непрерывный поток импульсами или сообщениями вводит его в состояние постоянной работы, из-за чего труднее выделить отдельные фрагменты сигналов. Поэтому пауза – отличный способ помочь собеседнику обратить на себя внимание. Возьмем это на вооружение. Мозг человека подвержен тому, что называется синаптической депрессией, когда по мере повторения внешних сигналов синаптическая реакция на них становится все слабее. Например, в новой обстановке люди поначалу острые, реагируют на постоянный незнакомый шум и суету, но затем привыкают и уже не замечают их. По этой же причине опытные лекторы или ораторы выстраивают речь так, чтобы она не звучала монотонно, не усыпляла слушателей и специально делают выраженные паузы перед важными сообщениями. Как оказалось, удивительный мир скрывается не так далеко, не правда ли? Интересно, могут ли быть похожие формы жизни и способы общения в далеких от нас мирах? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Европа – крупнейший спутник Юпитера, под поверхностью которой скрыт огромный океан. Вода спутника под огромным слоем льда не замерзает благодаря горячему ядру Европы, разогретому гравитацией Юпитера. Об этом стало известно еще в начале 2000-х годов, когда зонд Галилео обнаружил следы электропроводящей жидкости под поверхностью Европы. Он также обнаружил, что поверхность состоит изо льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе. Кажется, что на этом наши познания заканчиваются, но это далеко не так. За 20 лет, а особенно за последние годы, нам стало известно множество любопытных подробностей о далекой Европе. Предлагаем рассмотреть некоторые из них и поразмышлять о том, насколько этот далекий мир может быть живым. Итак, Европа или Юпитер 2 – шестой спутник Юпитера, наименьший из четырех галилеевых спутников. Обнаружен в 1610 году Галилео Галилеем. На протяжении столетий за Европой велись все более всесторонние наблюдения, а начиная с 70-х годов 20 века и пролетающих вблизи космических аппаратов. По размеру Европа немногим меньше Луны, имея диаметр 3122 километра. Она занимает шестое место по величине среди спутников и 15-е среди всех объектов Солнечной системы. Это самые маленькие из галилеевых спутников, однако масса Европы больше, чем у всех известных спутников, уступающих ей размерами вместе взятых. Ее средняя плотность очень низкая, и это указывает на то, что она состоит в основном из силикатных пород и таким образом схожа по составу с планетами земной группы. Однако, в отличие от других, это далеко не мертвый объект. Временами астрономы даже в данный момент фиксируют огромные гейзеры, которые выбрасывают в атмосферу Европы большое количество воды в виде пара. Как именно? Известно, что молекулы воды излучают определенные частоты инфракрасного света, поскольку они взаимодействуют с солнечным излучением. Именно такой сигнал обнаружили исследователи, которые использовала спектрограф из обсерватории Кека, а он предназначен для измерения химического состава планетарных атмосфер. Наблюдения велись в течение 17 ночей. За этот период времени группа обнаружила один слабый, но отчетливый сигнал водяного пара. Изучение полученных данных показало, что выброс молекул воды произошел на видимой с Юпитера стороне Европы. Красноватый оттенок позволяет предположить наличие также соединений железа и серы. По-видимому, они содержатся в океане Европы и исторгаются на поверхность через расщелины, после чего застывают. Кроме того, обнаружены следы перекиси водорода и сильных кислот. Например, есть возможность того, что на спутнике имеется гидрат серной кислоты. Ну что ж, мы достаточно увидели. Предлагаем совершить посадку на этот интереснейший объект. Как оказалось, это не так просто. Дело в том, что спутник Юпитера, Европа, опоясан регионом твердых ледяных игл, который тянется вдоль всего экватора и крайне опасен для посадки космических зондов. Ледяные иглы или кальгаспоры на спутнике Юпитера могут достигать 15-ти метровой высоты. Для кальгаспор такие размеры велики, но все же недостаточно, чтобы можно было наблюдать эти структуры напрямую, используя имеющиеся снимки Европы. Несколько осторожных маневров и нам удается совершить посадку. Кух, мы не пробили наш космический корабль гигантской сосулькой. Это очень радует. Перед нами невероятный вид Европы. Поверхность которой по земным меркам очень холодная. 150-190 градусов ниже нуля. Но не это нас должно настораживать. Уровень радиации здесь очень высок, так как орбита спутника проходит через мощный радиационный пояс Юпитера. Дневная доза составляет почти в миллион раз больше, чем на Земле. Такой дозы достаточно, чтобы вызвать у людей лучевую болезнь в тяжелой форме. Можно в прямом смысле потерять лицо. Но не стоит переживать, у нас имеется должная защита. По крайней мере, так написано на этикетке. Мы продолжаем наблюдать, что вся поверхность Европы усеяна множеством пересекающихся линий. Это разломы и трещины в ее ледяной коре. Некоторые из них опоясывают Европу почти полностью. Система трещин в ряде мест напоминает трещины на ледяном покрове северного ледовитого океана Земли. Вероятно, поверхность Европы претерпевает постепенные изменения. В частности, образуются новые разломы. Они иногда превосходят 20 километров в ширину и зачастую ими темные размытые края. Продольные борозды и центральные светлые полосы. При подобном рассмотрении видно, что края некоторых трещин сдвинуты относительно друг друга, а подповерхностная жидкость, вероятно, иногда поднималась по трещинам вверх. По наиболее вероятной гипотезе, эти линии – результат растяжения и растрескивания коры Европы. Причем по разломам на поверхность выходит разогретый лед снизу. Также были обнаружены скопления сравнительно небольших темных пятен, получивших веселое прозвище «веснушки». Выпуклые и вогнутые образования, которые могли сформироваться в результате процессов аналогичным лавовым излиянием. Вершины таких образований похожи на участки окрестных равнин. Это указывает на то, что веснушки сформировались при локальном подъеме этих равнин. Но не будем терять время. Наша экспедиция по поиску признаков океана продолжается, ведь под нами огромный слой льда. Лучшим доказательством этого является изучение крупных кратеров Европы. Крупнейшие из них окружены концентрическими кольцами и имеют плоское дно, вероятно покрывающий его лед относительно свежий. Он появился после удара, пробившего ледяную кору. На основании этого и расчетного количества тепла, произведенного приливами, можно рассчитать, что толщина коры из твердого льда составляет примерно 15 километров, включая податливый слой из теплого льда. Тогда глубина жидкого подповерхностного океана может достигать около 100 километров, а его объем вдвое больше объема мирового океана Земли. Возможно ли там жизнь? И если да, то какая она? Как она может выглядеть? Перед вами колония Рифтий. Живет в глубоководной в восточной части Тихого океана и питается за счет симбиотических бактерий, живущих благодаря окислению сероводорода. Эти существа процветают несмотря на отсутствие доступа к солнечному свету, и вскоре было обнаружено, что они составляют довольно изолированную пищевую цепь. Вместо растений основой для этой пищевой цепи являются бактерии хемосинтетики, которые получают энергию от окисления водорода или сероводорода, выходящих из недр Земли. Такие экосистемы показали, что жизнь может лишь слабо зависеть от солнца, что стало возможным для биологии открытием. Что ж, с этой мыслью отправляем вглубь Европы туннельного робота с ядерным реактором, который мог бы бурить лед очень долго, одновременно собирая образцы льда и воды и посылая информацию на поверхность по кабелю. Удивительно, но похоже мы обнаружили, что у Европы несколько слоев океана, разделенных разными типами льда, сформированного на разной глубине и под разным давлением. Вполне вероятно, что в каждом из этих слоев может быть разная жизнь, адаптировавшаяся к конкретным условиям своего слоя. Однако, если формы жизни окажутся по-настоящему неземными, нам, видимо, будет трудно распознать их. Кроме того, возможно, жизни там просто нет, но эти мысли не должны останавливать наше любопытство. Правда? В 2022 году к Европе отправится межпланетная станция JUICE Европейского космического агентства. Но чтобы точно узнать, какого рода жизнь существует в этих инопланетных океанах, нам не просто достаточно совершить пролет над гейзером и собрать образцы. Нам необходимо добраться до поверхности, а еще лучше отправить туда подводный аппарат. Надеюсь, у человечества это получится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но не с большим успехом. К примеру, на глубине 9 километров из скважины начала выделяться расплавленная сера. Скважину залили бетоном, а эксперимент прекратили. В другом случае пробурили на 7 километров из земли ударила струя газа, смешанного с нефтью. Буровая установка была разрушена, начался пожар, потушить который удалось только с помощью взрывов под землей. Когда пожар был потушен, на месте скважины образовалась скала из расплавленных пород. Самая глубокая шахта на сегодняшний день – Кольская сверхглубокая скважина. Ее глубина составляет более 12 километров. На максимальной глубине датчики зафиксировали температуру 220 градусов по Цельсию, выше нуля. Сегодня на месте закрытого проекта осталась лишь табличка с надписью «Добро пожаловать в преисподнюю». Тем не менее, в процессе исследования получено много сведений о земных недрах, однако на их основании не возникло четкого понимания природы земной мантии и сущности поверхности нижней границы земной коры. Действительно, проникнуть в недры земли оказалось не такой уж простой задачей. Но благодаря изобретательности, технологиям и другим методам, кое-какие сведения у нас все же имеются. Как, впрочем, и в 1906 году, когда Уильям Рид опубликовал книгу «Фантом полюсов». В ней автор привел некоторые доводы того, что земля на самом деле внутри пола или пустая. Он считал, что на полюсах находится отверстие, через которое внутрь земли проникает солнечный свет, оттуда же и появляются айсберги и выплывают в земные океаны. Это, конечно, любопытно, но с тех пор прошло немало времени и понимание фундаментально изменилось. Давайте предположим, что бы мы нашли, пробурив туннель до самого центра земли. Многое из того, что мы знаем о внутреннем устройстве нашего мира, в особенности о самых потаенных его местах, было открыто совсем недавно. И, исходя из этого, попробуем начать наше горячее путешествие к центру земли. И кто знает, может быть мы встретим по пути Жюль Верна с динозаврами. Итак, мы облачаем вас в несгораемый нано-костюм Ихтиандра. Вам он, конечно, не нравится и слегка полнит, но это обязательная мера предосторожности. Потом спасибо скажете. Ну что же, отправляем вас в полет сквозь земную кору. В конце вы передумываете, но это уже не важно. Кора – самый дальний от центра каменный панцирь. Занял бы всего одну минуту свободного падения. Это верхняя оболочка земли, которая имеет толщину на континентах примерно 45 километров. Под океанами – от 5 до 10 километров. И составляет всего около 1% массы Земли. В него входит 8 элементов – кислород, кремний, водород, алюминий, железо, магний, кальций и натрий. Образовывают 99,5% земной коры. Далее вы проникаете в мантию, самую большую часть нашей планеты, составляющую около 82% объема и 65% ее массы. Именно в мантии вся археология нашей планеты. Там же протекают недавно открытые процессы и располагаются структуры, которые могут быть необходимы для существования жизни на Земле. В действительности важно понимать, что условия для образования жизни созданы не только Солнцем высоко в небе, но и тем, что происходит в глубине планеты. Мантия, как правило, состоит из 4 элементов – кислорода, кремния, магния и железа. Их атомы формируют решетчатые структуры, образующие под действием давления еще более плотные соединения. Многие годы интерес представлял только верхний слой мантии, так как считалось, что ниже давление и жар сжимали породу так сильно, что разрушали любые структуры. Однако сейчас нам известно, что мантия гораздо активнее, чем мы думали. Несмотря на то, что она состоит из твердых пород, она медленно перемещается вместе с опускающейся и поднимающейся породой. На пути к центру Земли вы долетите до границы Нижней Мантии примерно через 10 минут в свободном полете. А затем приготовьтесь к самому невероятному моменту за все путешествие. Больше нигде вы не увидите настолько резкую смену декораций. На глубине 2890 километров, прорвавшись через твердую часть нашей планеты, вы внезапно обнаруживаете целое море жидкого металла температуры в 5000 градусов по Цельсию. Это внешняя часть ядра. Она составляет примерно 10% объема Земли и 27% ее массы. Размер ее можно сопоставить с размерами Марса. Температура на пределе, но, к счастью на вас, костюм Ихтиандра. Вы миновали твердую часть нашей планеты и теперь следующие 2000 километров вы будете погружаться в жидкий металл. Мрачное море с неспешными течениями, штормами и вихрями, раздираемое магнитными и электрическими полями. И пока вы пролетаете мимо, вам удалось зачерпнуть горсть руками и металл просачивается между пальцев, как вода. Влияние этой части планеты распространяется из-за ее пределы. Из-за перемещения потоков возникает магнитное поле Земли. Еще через 8 минут падения вы достигаете величайшей тайны нашей планеты. Супер плотного шара из железа и никеля, раскаленного до температуры поверхности Солнца. Его высокая плотность обосновывается тем, что давление в центре планеты в миллион раз выше, чем на поверхности. Перед вами кристаллизованное ядро, составляющее всего 0,5% от объема нашей планеты, что сравнимо с размерами Луны и почти 2% от ее массы, а также являющиеся самым странным объектом, с которым когда-либо сталкивалась наука. Представьте себе объемы воды во всех мировых океанах. Затем умножьте это на 5, и вы получите объем внутреннего ядра Земли. Есть даже признаки, указывающие на то, что скорость его вращения отличается от скорости вращения Земли. А само ядро на многие километры смещено от ее центра. Одни считают, что граница между внутренним и внешним ядром волнообразная и мягкая, с растущими древовидной форме железными кристаллами. Другие полагают, что лишь несколько сотен километров внутреннего ядра состоят из маленьких кристаллов железа. В то время как внутри него они могут сливаться в огромные кристаллы, совмещенные с общим магнитным полем Земли. Предполагается, что только один такой кристалл по ширине был бы сравним с небольшим городом, а по длине равнялся 200 километрам. Несомненно, вся эта картина потрясает воображение. Вот такие последние данные о центре нашей планеты. Конечно, собирать информацию о нем довольно сложно. Сложность заключается в том, что лишь малая часть сейсмических волн достигает ядра. И это уже не говоря о том, что лишь некоторые из них возвращаются на поверхность, чтобы показать через что они прошли. Сегодня разрабатываются новые методы для обнаружения слабых и незаметных волн, проходящих сквозь внутреннее ядро. При правильной обработке станет возможным идентифицировать исходящие от ядра слабые сейсмические волны. Однако, чем больше мы их изучаем, тем с большим количеством вопросов сталкиваемся. Но вернемся к нашему путешествию. Как же вы теперь выберетесь из центра Земли? В этом нам поможет притяжение. При условии, если игнорировать все остальные законы, то вы бы успели ускориться до 33 тысяч километров в час. И достигли центра Земли примерно через 20 минут. Еще через 20 минут вы достигнете противоположной стороны планеты. И на краткий миг повиснете в воздухе. Если вас в этот момент кто-нибудь не поймает, то с осознанием, что ваш нано-костюм все же имеет недостатки, продолжите свой путь обратно в туннель. И все начнется по-новому, но уже с меньшей амплитудой. В конечном итоге вы окажетесь в центре Земли в невесомости. Конечно, существуют и другие теории и предположения относительно скорости, времени полета, состава Земли и прочего. Поделитесь и вы своими исследованиями и находками. И хотя в реальности путешествие к центру Земли было бы одно из самых интересных и загадочных приключений, но, к сожалению, правда в том, что мы никогда не достигнем ее центра. Условия настолько суровы, что не будут предприняты даже попытки это сделать. Возможно, это навсегда останется нашей загадкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Планета Маскара Обращается вокруг голубой звезды Кельт-20 Каждые три с половиной дня в созвездии Лебедя. Планета является газовым гигантом, а точнее горячим Юпитером. Но это далеко не простая планета, и названа она Белым Призраком не случайно. Что в ней особенного, и почему она вызывает огромный интерес астрономов? Итак, как нам известно, горячие Юпитеры представляют большой интерес, поскольку четверть века назад они были не только неизвестны, но астрономы даже не думали, что такие планеты могут существовать. И мы можем только представить их шокированные лица и глаза, наполненные потрясением в этот момент. Сегодня же горячие Юпитеры занимают существенную долю списка открытых экзопланет, так как их проще всего обнаружить, поскольку они вносят заметные короткопериодические возмущения в движении звезды, которые могут быть обнаружены по смещению линии спектра. Кроме того, довольно велика вероятность прохождения планеты перед диском звезды, что позволяет оценить размер планеты по уменьшению светимости звезды. Нагревание поверхности таких планет доходит до полутора тысяч градусов по Цельсию, а иногда и почти до трех тысяч градусов по Цельсию, обусловлено близким расположением к звезде, положение которого вызывает дополнительное тепловое расширение. Так что радиусы подобных планет больше, чем у аналогичных, но расположенных на большем расстоянии от родительской звезды. Считается, что возле самой звезды недостаточно материала для образования планет. Все планеты этого типа образовались во внешней части системы, а затем мигрировали к центру из-за торможения в газопылевом диске. Существует также подкласс горячих Юпитеров, именуемый короткопериодическими горячими Юпитерами. Они представляют собой горячие вдвойне Юпитеры, то есть наиболее близкие к звездам. Период вращения таких планет вокруг звезды составляет 1-2 дня. При этом температура поверхности самой звезды часто лишь в 2-3 раза больше температуры поверхности планеты. Наиболее ярким, короткопериодическим представителем горячего Юпитера, а также самой горячей известной экзопланетой, является планета ВАСП-33b. При том, что планета при очень малом расстоянии до звезды и не очень большой массе удерживается своей гравитацией от разогрева, что приводит к ее сильному термическому расширению и падению плотности до экстремально низких значений. А потому такая планета скорее представляет собой газовое облако, нежели полноценную планету и называется рыхлой планетой. Нам там не выжить, а вот рыхлянам все пока нравится. В случае Маскара-2b, наблюдавшего с помощью спектрометра Extreme Presation, который был установлен на почти 5-метровый телескоп Lowell Discovery, показали, что в перегретой атмосфере находится не только газообразное железо, магний и хром, но и калий с натрием, причем в больших количествах. Существование атомарного натрия и калия в атмосферах горячих Юпитеров, расположенных близко к своим звездам, было теоретически предсказано около 20 лет назад. Оба этих элемента могут давать четкие полосы поглощения в оптических спектрах, полученных при помощи абсорбационной спектроскопии в ходе транзита планеты по диску своей звезды. В этом случае часть света звезды проходит сквозь атмосферу планеты и поглощается различными химическими элементами, что позволяет понять ее состав. Ранее уже были опубликованы работы по экзопланетам HD 189733b и HD 2094458b, в атмосферах которых был найден натрий. Однако на сегодняшний день не было случаев достоверной регистрации атомарного калия в атмосферах этих горячих Юпитеров. Предлагается, что подобные различия не связаны с процессами формирования самой планеты, а возникает в результате процессов конденсации паров металла в более глубоких слоях атмосфер, или процессов фотоионизации в верхних слоях атмосфер, а также различиями в механизмах формирования облаков. Что же нам уже известно о загадочном космическом теле, названном Белым призраком? Планета почти в два раза больше Юпитера, но находится всего в 8 миллионов километров от своей звезды, вследствие чего температура на поверхности достигает более чем 1700 градусов по Цельсию. Планета названа в честь божества Тисфорн Хоу, богини неба, что означает «белая планета», и названа она так не случайно. Дело в том, что Земли. Более того, исследователи также знают, что на планете происходят глобальные ветровые явления высоко в атмосфере, которые переносят материал из одного полушария в другое. При дальнейших наблюдениях можно будет обнаружить гораздо больше элементов, используя такую же технику в атмосфере этой планеты в будущем, а также, возможно, и на других планетах, которые нагреваются до таких же высоких температур. Да, теперь вероятность того, что однажды мы найдем так называемые биосигнатуры, то есть признаки жизни на экзопланете, используя те же методы, которые применялись при обнаружении белого призрака, намного выше. В конечном счете, использовать эти исследования для понимания происхождения и развития Солнечной системы очень разумно. И именно благодаря таким открытиям космос становится досягаемым. Продолжение следует... 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 Но почему мы вообще об этом говорим? Дело в том, что многие исследователи считают, что те планеты, которые полностью покрывают океан, абсолютно безжизненны, поскольку на них не происходят многие процессы круговорота веществ, как, например, на Земле. Однако на примере сифонофоров видно, что для выживания нужно не так много. К тому же у некоторых видов есть возможность отпучковываться, что приводит к чередованию поколений. Развитие происходит с метаморфозом. А это означает, что для наличия жизни вовсе не обязательно присутствие суши. Из этого следует, что наличие живых организмов на планетах-океанах не зависит от геохимических циклов. На него влияет изначальное распределение углерода и других веществ между водной оболочкой, атмосферой и королью. Что ж, по крайней мере, сифонофор попытался показать нам, как могут выглядеть пришельцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 19 октября 2017 года на основе данных телескопа PANSTARS-1 на Гавайях был обнаружен ничем не примечательный на первый взгляд движущийся, слабосветящийся объект. На этот момент он находился на расстоянии в 30 миллионов километров от Земли. Поначалу обнаруженное сравнительно небольшое космическое тело казалось довольно обычным, ведь в Солнечной системе их десятки, а может быть и сотни тысяч. Астероиды, кометы открывают каждый день, причем в больших количествах. Основная часть их находится между орбитами Марса и Юпитера. За орбитой Нептуна и Плутона, в так называемом поясе Койпера, а также в облаке Оорта, это сферическая область, окружающая нашу Солнечную систему, являющаяся источником долгопериодических комет и астероидов. Но новый космический странник нес в себе самую настоящую сенсацию. Астрономы выяснили, что это космическое тело не является детищем нашей Солнечной системы, а прилетело к нам от далеких звезд, став таким образом первым в истории зарегистрированным межзвездным объектом. Он вошел в нашу систему со скоростью 30 км в секунду, по чрезвычайно высокой гиперболической орбите, почти под прямым углом к плоскости эклиптики, пронзив ее внутри орбиты Меркурия. Стало известно, что на момент его открытия прошло уже 40 дней после того, как он пролетел в свою ближайшую точку к Солнцу. Изначально открытый объект считали кометой, объявив о нем 25 октября 2017 года и присвоив кометное обозначение C2017U1. Уже тогда была известна необычная гиперболическая орбита, и в попытке подтвердить кометную активность, в тот же день на очень большом телескопе ВЛТ с помощью камеры Форс-2 проводились внеплановые наблюдения по программе «Срочно первый межзвездный объект в Солнечной системе». Но на полученных глубоких совмещенных снимках не было обнаружено кометной комы, то есть газовые оболочки вокруг ядра. Соответственно, C2017U1 был переименован в A2017U1, став вначале первой кометой, но затем переклассифицированной в астерой. Команда, работающая в рамках программы PanStars, присвоила открытому объекту собственное название – Оумуамуа или Оумуа, что в переводе с гавайского означает «разведчик» или «пришедший издалека». Стоит отметить, что рассматривался также вариант названия «Рама» в честь корабля пришельцев, который был обнаружен при аналогичных обстоятельствах – научно-фантастическом романе Артура Кларка «Свидание с Рамой». Итак, Оумуа, обнаруженный как первый межзвездный объект, создал своим существованием для Международного Астрономического Союза некий прецедент в плане его обозначения. С этой целью был введен специальный индекс для него и подобных ему других межзвездных объектов. Заглавная буква латинского алфавита I является сокращением от английского слова «интерстеллар», что в переводе означает «межзвездный». В конечном итоге для Оумуа присвоили окончательное название – 1Ай-2017-Ю-1. Ранее исследователи предполагали, что межзвездный гость состоит из камня и имеет вытянутую сигароподобную форму от 300 метров в длину и от 30 до 40 метров в ширину. Однако другая группа астрофизиков пришли к другим выводам, что объект Омуа имеет куда более плоскую форму, что-то напоминающее блин или печенька. Разумеется, космическое. При всем при этом объект со временем продолжает истончаться. Но на этом новые данные не заканчивались. При помощи космического телескопа Уильяма Гершеля был получен спектр объекта, который указал на однородность красного цвета по всей его поверхности, что схоже со множеством объектов, населяющим поиск Койпера. Красный цвет космические тела преобразуют в результате полученного излучением космическими лучами, в частности высокоэнергетическими частицами – протонами. Кроме того, цвет можно объяснить и наличием сильно выветренной поверхности. Тем не менее, исследователи почти с уверенностью заявляют, что загадочный объект из разнородного льда. Они рассчитали, как быстро такие льды должны сублимироваться, то есть переходить из твердого состояния в газ во время прохождения Омуа мимо Солнца. Также были рассчитаны сила отталкивания, масса, форма, объекты и альбедо – отражательная способность льда. Затем полученные данные астрофизики сопоставили с характеристиками различных льдов и пришли к выводу, что наиболее точно им соответствует только один лед – твердый азот. Подобный материал знаком ученым, так как его наблюдает на поверхности Плутона. Поэтому авторы данной гипотезы считают, что Омуа может состоять из точно такого же материала. Исследователи также вычислили скорость, с которой куски твердого азотного льда могли бы отрываться от поверхности Плутона и подобных ему тел на стадии формирования нашей Солнечной системы. Это привело их к выводу о том, что Омуа мог быть частью планеты, похожей на Плутон, но расположенной в другой звездной системе. Но чуть позже, 27 июня 2018 года, астрономы заявили, что Омуа-Муа все же больше умеренно активная комета, нежели астероид. Это было определено путем измерения негравитационного повышения ускорения объекта, что согласуется с моделью дегазации кометы. На скорость объекта сильное влияние оказало наше Солнце. Подлетая ближе к нему, объект начинал ускоряться и как будто отталкивался от него. Причем этот толчок с ускорением оказался более мощным, чем можно было бы объяснить. При этом у объекта не было хвоста, а типичного для комет. Поэтому вопрос, что представляет из себя объект Омуа-Муа, снова повис. А мы продолжим расследование. Данный космический объект вращался в пространстве вдоль трех осей в течение времени, что подобно к вырканию. Период такого вращения Омуа-Муа лежит в пределах от 7 до 8 часов, с амплитудой яркости 1,8 звездной величины. Сухая поверхность, необычная форма и загадочная траектория движения Омуа-Муа даже заставили некоторых исследователей задаться вопросом, не является ли этот объект зондом инопланетной цивилизации. Но верится, что внутри этого объекта сидит инопланетяшка с трудом. Да, это действительно таинственный объект, но некоторые подсказки, такие как его цвет и отсутствие радиоизлучения, указывают на то, что Омуа-Муа является все же объектом естественного происхождения. Чуть позднее была разработана компьютерная модель или сценарий, который объяснил суть характеристик данного объекта и его удивительные особенности. Сценарий показал, что Омуа-Муа на самом деле осколок планетного тела, которое подошло очень близко к звезде, затем было разорвано на части приливными силами. Осколок был выброшен в межзвездное пространство турбулентным потоком. Когда тела пролетают мимо массивного объекта, они подвергаются воздействию мощных приливных сил. Гравитационное поле звезды притягивает объект так сильно, что он может деформироваться и даже разрушиться. Этот эффект наблюдался, например, в 1994 году, когда комета Шумейкеров-Леви-9 подошла слишком близко к Юпитеру, и приливные силы раздробили ее на 21 отдельный фрагмент. Все части кометы врезались в атмосферу газового гиганта. В своей модели исследователи имитировали, как деформируются, а затем разрушаются ледяные или каменистые куски разных размеров, когда они приближаются близко к звезде. Моделирование показало, что приливные силы при таком близком расстоянии от звезды могут не только разорвать объект на части, но и также могут сформироваться вытянутые плоские фрагменты, такие как, например, Амуамуа. Подобная форма возникает из-за того, что более мелкие фрагменты нагреваются и сливаются под воздействием приливных сил. В то же время эти фрагменты ускоряются до такой степени, что способны вырваться из своей планетной системы. Скорость движения в межзвездном пространстве у Амуамуа составляет почти 30 км в секунду. Однако притяжение Солнца со временем заставило его ускориться до максимальной скорости в перигелии – 88 км в секунду. Пройдя пик своей гиперболической орбиты, объект несколько изменил направление движения и, пройдя под орбитами Меркурия и Земли, снова пересек в обратном направлении плоскость эклиптики в пространстве между орбитами Земли и Марса, покидая теперь нашу Солнечную систему в направлении созвездия Пегаса. Далее же скорость Амуамуа будет замедляться до показателей скорости, с которой он прибыл в нашу систему. Предполагается, что объект окончательно покинет пределы нашей системы где-то через 20 лет. Сейчас достоверно неизвестно, как долго Амуамуа путешествовал среди звезд. Это могут быть сотни миллионов и даже миллиардов лет. Рассчитав правильное движение объекта, астрономы пришли к выводу, что он двигался в нашу сторону по направлению от звезд в созвездии Лиры. Например, от Веги его путь бы составил порядка 600 тысяч лет. Однако 600 тысяч лет назад Вега и другие соседние с ней звезды были совершенно не в том месте, откуда или через которое летел Амуамуа. Поэтому на данный момент предполагается, что его выкинуло из одной из звездных систем в созвездии Киля около 45 миллионов лет назад, которая сейчас в результате процессии заметно за это время сместилась на нашем небосводе к югу. Учитывая все уникальные свойства этого межзвездного объекта, возникает логический вопрос. Почему бы не отправить зонд к Амуамуа? И проверить, является ли он кораблем внеземной цивилизации, инопланетным зондом, кометой или же астероидом? И да, 30 октября 2017 года был разработан проект Лира с миссией построить зонд и отправить его к улетающему на тот момент Амуамуа. Проблема в том, что этот межзвездный объект был обнаружен тогда, когда он уже был на пути убегания из Солнечной системы. И движется он очень быстро, 88 километров в секунду. Даже самый быстрый космический аппарат, когда-либо созданный человеком, а это зонд Паркер, имеет максимальную скорость около 95 километров в секунду. Планирование и снаряжение исследовательской космической миссии это сложный и длительный процесс. Если смотреть на это реалистично, то чтобы снарядить миссию к Амуамуа, потребуется по самым скромным подсчетам не менее 5 лет. А ведь кроме технических и научных вопросов, есть и вопрос финансовый. А такие миссии стоят очень дорого. Даже если мы создадим аппарат, способный двигаться в два раза быстрее, чем зонд Паркер, у него все равно идет десятилетие на то, чтобы догнать Амуамуа. К тому времени он будет так далеко от Солнца, что его энергия станет практически бесполезна для поддержания функционирования аппарата. Нужно будет использовать радиозатопный термоэлектрический генератор. Продолжительность работы подобных генераторов составляет десятки лет. Правда, со временем выход энергии генератора падает. Но не стоит печалиться. На самом деле шансы на то, что именно этот объект как-то связан с внеземной цивилизацией настолько малы, что никто не захочет тратить столько времени и средств на организацию сложной, дорогостоящей и длительной миссии только для того, чтобы в этом убедиться. Если бы Амуамуа был обнаружен на подлете к Солнечной системе, к примеру, за несколько лет до прохождения точки своего максимального сближения Солнцем, тогда это было бы совсем другое дело. И вполне вероятно, что миссия к нему была бы организована. Конечно, не для проверки гипотезы о его инопланетном происхождении, а потому что исследование межзвездного астероида само по себе представляет большой интерес. Просчитав все риски и возможные затраты, а это сотни миллионов или даже миллиардов долларов, проект Лира был закрыт. Что ж, сегодня одинокий странник Амуамуа удаляется от нас безвозвратно. Он, несомненно, дал множество новых знаний и информации для астрономов всего мира. Примечательным фактом является и то, что второй межзвездный объект комета 2А и Борисов был открыт всего-то два года спустя. Есть надежда, что гости в нашу солнечную систему залетают гораздо чаще, чем могло бы показаться. И поскольку человечество создает все более зоркие инструменты, про каждого нового гостя из межзвездной бездны мы будем узнавать все больше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Европа — крупнейший спутник Юпитера, под поверхностью которой скрыт огромный океан. Вода спутника под огромным слоем льда не замерзает благодаря горячему ядру Европы, разогретому гравитацией Юпитера. Об этом стало известно еще в начале 2000-х годов, когда зонд Галилео обнаружил следы электропроводящей жидкости под поверхностью Европы. Он также обнаружил, что поверхность состоит изо льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе. Кажется, что на этом наши познания заканчиваются, но это далеко не так. За 20 лет, а особенно за последние годы, нам стало известно множество любопытных подробностей о далекой Европе. Предлагаем рассмотреть некоторые из них и поразмышлять о том, насколько этот далекий мир может быть живым. Итак, Европа или Юпитер 2 – шестой спутник Юпитера, наименьший из четырех галилеевых спутников. Обнаружен в 1610 году Галилео-Галилеем. На протяжении столетий за Европой велись все более всесторонние наблюдения, а начиная с 70-х годов XX века и пролетающих вблизи космических аппаратов. По размеру Европа немногим меньше Луны, имея диаметр 3122 километра. Она занимает шестое место по величине среди спутников и пятнадцатое среди всех объектов Солнечной системы. Это самые маленькие из галилеевых спутников, однако масса Европы больше, чем у всех известных спутников, уступающих ей размерами вместе взятых. Ее средняя плотность очень низкая, и это указывает на то, что она состоит в основном из силикатных пород и таким образом схожа по составу с планетами земной группы. Однако, в отличие от других, это далеко не мертвый объект. Временами астрономы даже в данный момент фиксируют огромные гейзеры, которые выбрасывают в атмосферу Европы большое количество воды в виде пара. Как именно? По-видимому, они содержатся в океане Европы и исторгаются на поверхность через расщелины, после чего застывают. Кроме того, обнаружены следы перекиси водорода и сильных кислот. Например, есть возможность того, что на спутнике имеется гидрат серной кислоты. Ну что ж, мы достаточно увидели. Предлагаем совершить посадку на этот интереснейший объект. Как оказалось, это не так просто. Дело в том, что спутник Юпитера, Европа, опоясан регионом твердых ледяных игл, который тянется вдоль всего экватора и крайне опасен для посадки космических зондов. Ледяные иглы или кальгаспоры на спутнике Юпитера могут достигать 15-метровой высоты. Для кальгаспор такие размеры велики, но все же недостаточно, чтобы можно было наблюдать эти структуры напрямую, используя имеющиеся снимки Европы. Несколько осторожных маневров и нам удается совершить посадку. Ох, мы не пробили наш космический корабль гигантской сосулькой, это очень радует. Перед нами невероятный вид Европы, поверхность которой по земным меркам очень холодная, 150-190 градусов ниже нуля. Но не это нас должно настораживать. Уровень радиации здесь очень высок, так как орбита спутника проходит через мощный радиационный пояс Юпитера. Дневная доза составляет почти в миллион раз больше, чем на Земле. Такой дозы достаточно, чтобы вызвать у людей лучевую болезнь в тяжелой форме. Можно в прямом смысле потерять лицо. Но не стоит переживать, у нас имеется должная защита. По крайней мере, так написано на этикетке. Мы продолжаем наблюдать, что вся поверхность Европы усеяна множеством пересекающихся линий. Это разломы и трещины в ее ледяной коре. Некоторые из них опоясывают Европу почти полностью. Система трещин в ряде мест напоминает трещины на ледяном покрове северного ледовитого океана Земли. Вероятно, поверхность Европы претерпевает постепенные изменения. В частности, образуются новые разломы. Они иногда превосходят 20 километров в ширину и зачастую имеют темные размытые края. Продольные борозды и центральные светлые полосы. При подобном рассмотрении видно, что края некоторых трещин сдвинуты относительно друг друга, а подповерхностная жидкость, вероятно, иногда поднималась по трещинам вверх. По наиболее вероятной гипотезе, эти линии – результат растяжения и растрескивания коры Европы. Причем по разломам на поверхность выходит разогретый лед снизу. Также были обнаружены скопления сравнительно небольших темных пятен, получивших веселое прозвище «Веснушки». Выпуклые и вогнутые образования, которые могли сформироваться в результате процессов аналогичным лавовым излияниям. Вершины таких образований похожи на участки окрестных равнин. Это указывает на то, что веснушки сформировались при локальном подъеме этих равнин. Но не будем терять время. Наша экспедиция по поиску признаков океана продолжается, ведь под нами огромный слой льда. Лучшим доказательством этого является изучение крупных кратеров Европы. Крупнейшие из них окружены концентрическими кольцами и имеют плоское дно, вероятно, покрывающий его лед относительно свежий. Он появился после удара, пробившего ледяную кору. На основании этого и расчетного количества тепла, произведенного приливами, можно рассчитать, что толщина коры из твердого льда составляет примерно 15 километров, включая податливый слой из теплого льда. Тогда глубина жидкого подповерхностного океана может достигать около 100 километров, а его объем вдвое больше объема мирового океана Земли. Возможно ли там жизнь? И если да, то какая она? Как она может выглядеть? Перед вами колония Рифтий. Живет в глубоководной восточной части Тихого океана и питается за счет симбиотических бактерий, живущих благодаря окислению сероводорода. Эти существа процветают несмотря на отсутствие доступа к солнечному свету, и вскоре было обнаружено, что они составляют довольно изолированную пищевую цепь. Вместо растений основой для этой пищевой цепи являются бактерии хемосинтетики, которые получают энергию от окисления водорода или сероводорода, выходящих из недр Земли. Такие экосистемы показали, что жизнь может лишь слабо зависеть от солнца, что стало возможным для биологии открытием. Что ж, с этой мыслью отправляем вглубь Европы туннельного робота с ядерным реактором, который мог бы бурить лед очень долго. Одновременно собирая образцы льда и воды и посылая информацию на поверхность по кабелям. Удивительно, но похоже мы обнаружили, что у Европы несколько слоев океана, разделенных разными типами льда, сформированного на разной глубине и под разным давлением. Вполне вероятно, что в каждом из этих слоев может быть разная жизнь, адаптировавшаяся к конкретным условиям своего слоя. Однако, если формы жизни окажутся по-настоящему неземными, нам, видимо, будет трудно распознать их. Кроме того, возможно, жизни там просто нет, но эти мысли не должны останавливать наше любопытство. Правда? В 2022 году к Европе отправится межпланетная станция JUS, Европейского космического агентства. Но чтобы точно узнать, какого рода жизнь существует в этих инопланетных океанах, нам не просто достаточно совершить пролет над гейзером и собрать образцы. Нам необходимо добраться до поверхности, а еще лучше отправить туда подводный аппарат. Надеюсь, у человечества это получится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 и рентгеновской светимостью на временных отрезках менее суток, что вполне присуще голубым гигантам и сверхгигантам. Но что еще удивительней, так это то, что дзетэкормы обладают очень высокой собственной космической скоростью и скоростью вращения, а это означает, что перед нами так называемая убегающая звезда. А раз так, то возможно она приобрела необходимый для разгона в пространстве в результате взрыва сверхновой в двойной системе. Предполагается, что Наус зародился в том месте, где сейчас находится туманность Гамма, ставшая результатом взрыва сверхновой примерно 2 миллиона 600 тысяч лет назад. Но доказать или опровергнуть это заявление будет проблематично. Что же касается грядущей участи звезды, то тут стоит предположить, что она какое-то время пробудет на главной последовательности, интенсивно излучая и теряя массу в виде звездного ветра, со скоростью примерно в 1 миллионную массу Солнца в год. Предполагается, что в ближайшие сотни тысяч лет Дзета-кормы будет постепенно остывать и расширяться, и пройдет все спектральные классы от B до M по мере остывания. А далее основное излучение звезды перейдет в видимый диапазон. Наус станет одной из ярчайших звезд будущего земного неба. Спустя 2 миллиона лет звезда будет иметь спектральный класс M5, а его размеры будут гораздо больше текущей земной орбиты. Затем Наус взорвется, став сверхновой звездой. Ввиду небольшого расстояния до Земли, эта сверхновая будет гораздо ярче блеска полной Луны, а ядро звезды, возможно, сколлапсирует в черной дуру. Не исключено, что это будет сопровождаться сильным гамма-всплеском, который по понятным причинам нам не суждено увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В каком-то забытом уголке Млечного Пути молекулярное облако, не отличающееся от множества остальных, сжалось и сформировало новые звезды. Одна из них появилась в относительной изоляции, собирая материал из окружающего ее протопланетного диска, который в итоге превратился в наше Солнце. 8 планет и всю остальную Солнечную систему. Все планеты Солнечной системы гармонично осуществляют движение по своей траектории в направлении вращения Солнца. Скорость движения планеты меняется в зависимости от того, в какой точке она находится. Чем ближе к звезде, тем скорость больше. Чем дальше от звезды, тем, соответственно, медленнее движется планета. Поэтому длина планетарного года напрямую зависит от расстояния, на котором располагается планета относительно своего светила. Если расстояние небольшое, то планетарный год относительно короткий, так как чем дальше планета находится от звезды, тем меньше на ее оказывает влияние гравитация, а значит, движение становится медленнее и год, соответственно, длиннее. Угол между базовой плоскостью и плоскостью орбиты носит название наклонение орбиты. Базовой плоскостью в Солнечной системе считается плоскость земной орбиты, которая имеет название эклиптика. В Солнечной системе располагается 8 планет, и их орбиты очень близки к плоскости эклиптики. Как нам известно, небесное тело вращается вокруг Солнца в одной и той же двухмерной плоскости, с различием не более 7 градусов. Более того, если убрать из этого уравнения Меркурий, самую близкую к Солнцу планету, станет заметно, насколько верно все остальное упорядочено по отношению друг к другу, ведь отклонение от неизменной плоскости Солнечной системы составляет не более 2 градусов. 8 планет Солнечной системы вращаются вокруг Солнца практически в неизменной плоскости. И это типично для известных звездных систем. К тому же планеты вращаются вокруг Солнца в том же направлении, в котором вращается оно само, вокруг своей оси. Как вы уже могли догадаться, ось вращения Солнца также находится в пределах 7 градусов отклонения по сравнению с орбитами всех планет в системе. Тем не менее, сложно представить, что все сложилось так само собой, а не кто-то извне втиснул все тела в одну систему и заставил их двигаться в одной плоскости. Интуитивно можно предположить, что орбиты должны быть ориентированы случайным образом, так как гравитация работает одинаково во всех трех пространственных измерениях. Да, наша Солнечная система – это упорядоченное место с четырьмя внутренними планетами, поясом астероидов и мирами газовых гигантов, которые вращаются вокруг Солнца в одной плоскости. Практически в каждой далекой системе, которую мы наблюдаем за пределами нашей собственной, миры располагаются в одной плоскости. Но почему? Почему они беспорядочно не вращаются вокруг звезды? Попробуем разобраться, с чем это связано. Чтобы понять это, нужно вернуться во времена, когда Солнце только начинало формироваться из молекулярных газовых облаков, в которых образуются все звезды во Вселенной. Большое молекулярное облако, а их несчесть в Млечном пути и других галактиках местной группы часто будет разрываться, сжиматься и порождать новые массивные звезды с течением времени. Когда молекулярное облако становится достаточно массивным, гравитационно-связным и достаточно холодным, чтобы сжиматься и коллапсировать под действием собственной гравитации, вроде туманности трубка. Оно образует достаточно плотные области, в которых появляются новые звездные кластеры. Вы тут же обратите внимание, что эта туманность, как и любая подобная ей, не имеет идеальной сферической формы. Она, скорее, необычно продолговато. Гравитация не дремлет, и она не станет терпеть несовершенства. А из-за того, что эта инерционная сила, возрастающая вчетверо при каждом уменьшении расстояния к массивному объекту вдвое, она воспринимает даже небольшие различия в исходной форме и значительно усиливает их за короткий срок. В результате получается звездообразующая туманность с несимметричной формой. Звезды в ней образуются в областях самой высокой плотности газа. Но если заглянуть внутрь нее и посмотреть на отдельные звезды, то мы увидим, что они представляют собой практически идеальные сферы, вроде нашего Солнца. Однако, как сама туманность стала несимметричной, так и отдельные звезды, сформировавшиеся в ней, образовались из сверхплотных, несимметричных сгустков. Эти сгустки коллапсируют в одном из трех измерений. А так как вещество, из которого собственно состоим мы, атомы, атомные ядра и электроны, притягиваются само к себе и взаимодействуют при столкновении с другим веществом, в итоге получается продолговатый диск из вещества. Да, гравитация будет притягивать большую ее часть к центру диска, в котором сформируется звезда. Но вокруг нее образуется то, что принято называть протопланетным диском. И благодаря космическим телескопам нам посчастливилось наблюдать их долгое время. Это первая, своего рода подсказка, указывающая на то, что в итоге получается нечто упорядоченное в одной плоскости. Чтобы перейти к следующему шагу, нам придется обратиться к компьютерным симуляциям, так как мы маложивущие организмы и попросту не успеваем наблюдать это явление. А ему требуется около миллиона лет в молодой звездной системе. После того, как протопланетный диск сплющивается в одном измерении, он продолжит сжиматься с попаданием все большего вещества в его центр. Но несмотря на то, что большая часть материала сосредоточится в нем, немалая часть газа и пыли выйдет на стабильные вращающиеся орбиты в этом диске. Почему? Существует физическая величина, которая должна сохраниться. Угловой момент, рассказывающий нам, сколько вращается вся система. Газ, пыль, звезда и все остальное. То, как угловой момент работает и как ровно он распределен между всеми частицами системы, по сути указывает, что все в диске должно двигаться, грубо говоря, в одном направлении. Однако есть несколько исключений из правил. Например, планета ВАСП-17b, который представляет из себя газовый гигант, расположенный на расстоянии около 1000 световых лет от Солнечной системы. Ее орбита проходит всего в 7 миллионах километров от звезды, что в 8 раз меньше расстояния отделяющего Меркурии от Солнца. Полный оборот вокруг звезды планета совершает за 3,7 земных суток. Эта планета уникальна тем, что не подчиняется общему правилу и вращается в противоположную сторону по орбите, расположенной под углом 150 градусов к плоскости движения, граничащих с ней планет. Причин может быть несколько. Вероятно, такое воздействие могло закончиться столкновением, подобно тому, что было замечено в окрестностях молодой звезды под номером HD-172-555. Вероятно, что это планета-сирота, выброшенная другой системой. Существует еще одно возможное объяснение этому феномену. Постепенное изменение орбиты под воздействием второй планеты. В любом случае, в масштабах космоса планеты всего лишь песчинки, играющие незначительную роль в грандиозной картине развития природных процессов. Однако, это наиболее разнообразные и сложные объекты Вселенной. Ни у одного из других типов небесных тел не наблюдается подобного взаимодействия астрономических, геологических, химических и биологических процессов. Ни в одном из иных мест в космосе не может быть жизни в том виде, как мы ее знаем. Посмотрите на ночное небо. Особенно, если это ясное ночное небо без облаков, и вы далеки от любых городских огней. Вы поднимаете голову и видите бесчисленное количество красивых звезд. И хотя мы знаем, что звезды это массивные и закрученные облака горячего газа и пыли, выглядят они довольно захватывающе. Но за миллионы световых лет отсюда все не так просто и успокаивающе. Возможно, довольно сложно представить, но достаточно большой процент звезд на ночном небе ждут или уже пережили космическое столкновение. Хотя с нашей точки зрения, на Земле звезды выглядят фиксированными, но на самом деле они весьма быстро перемещаются в космическом пространстве и имеют большой шанс того, что они столкнутся с другим массивным телом. Вселенная в этом смысле похожа на гигантский бильярдный стол. Столкновения в космосе могут случаться среди любых тел, будь то звезда, астероид, комета или планета. Результат становится зрелищным событием, состоящим из плесков энергии и материи. Но что же все-таки происходит, когда звезды сталкиваются? Являются ли столкновения в космосе редкими событиями или случаются довольно часто? Может ли Земля или Солнечная система пострадать от подобных столкновений? Давайте попробуем разобраться. Итак, столкновение звезд – процесс, при котором две звезды приближаются друг к другу и под действием силы тяжести сливаются в один объект большого размера. По расчетам астрономов, такие события чаще происходят в шаровых звездных скоплениях нашей галактики с частотой примерно раз в 10 тысяч лет. Совсем недавно астрономы смогли наблюдать подобные столкновения звезд. А вот серия звездных столкновений внутри плотного скопления за короткий период времени может даже привести к возникновению черной дыры. Да, впрочем, любая звезда во Вселенной может столкнуться с другой звездой. Независимо от того, она еще живая, то есть процессы термоядерного синтеза все еще происходят в ядре или уже мертва, и процессы синтеза уже исчерпали себя. Такими объектами могут быть белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры, звезды главной последовательности, гиганты и сверхгиганты, и разница в типах звезд, в их массе, температуры и радиусе приводит к различным типам столкновений или слияния. Например, белые карлики, звезды, состоящие из электронно-ядерной плазмы, лишенные источников термоядерной энергии и светящиеся благодаря своей тепловой силе, постепенно остывая в течение миллиардов лет. Простыми словами, это остатки маломассивных звезд. Если белый карлик входит в состав двойной системы, то в результате аккреции он может перетаскивать вещество со звезды спутника. Например, это может оказаться красный гигант, так и звезда главной последовательности. Таким образом, масса белого карлика будет увеличиваться и в какой-то момент может превысить так называемый предел Чандрасикара. Это верхний предел массы, при котором звезда существует только как белый карлик. Все это приведет к его гравитационному коллапсу и к последующему взрыву сверхновой. Однако, когда два белых карлика обращаются друг вокруг друга на близких орбитах, эмиссия гравитационных волн уменьшает момент импульса системы и заставляет звезды приближаться друг к другу по спирали. Если во время их слияния суммарная масса превышает предел Чандрасикара, то ни тепловое давление, ни даже давление вырожденного электронного газа не в состоянии уравновесить гравитацию и происходит гравитационный коллапс. Он приводит к увеличению плотности и температуры в недрах и началу ядерных реакций горения углерода. В результате чего температура повышается еще больше. Повышение температуры ускоряет ход ядерных реакций, но не приводит к увеличению давления и расширения звезды, поскольку вещество в белых карликах находится в вырожденном состоянии. Процесс приобретает цепной характер. Разгонная реакция ядерного синтеза быстро нагревает внутреннюю часть комбинированной звезды, и это приводит также к взрыву новой или сверхновой, образуя в центре остаточную нейтронную звезду. В течение нескольких секунд все вещество звезды разлетается по сторонам в пространстве. Ну а иногда от слияния двух белых карликов может образоваться нечто более необычное. Так произошло в 2017 году, когда исследователи обнаружили источник рентгеновского излучения, который был похож на белого карлика, но был слишком ярким, чтобы оказаться таковым. Было высказано предположение, что объект мог быть нестабильным слиянием двух белых карликов. В новом исследовании команда использовала рентгеновский телескоп XMM-Newton, и новые данные подтвердили, что объект имеет массу, внимание, превышающую предел Чандресикара. Он окружен остаточной туманностью, которая в основном состоит из неона и имеет зеленый цвет. Это согласуется с тем, что объект был создан слиянием белых карликов. Вероятно, он имеет высокую скорость вращения, что предотвращает коллапс объекта в нейтронную звезду. Но в конце концов этот объект схлопнется и станет нейтронной звездой в течение следующих десяти тысяч лет. Скорее всего, в процессе этого события сформируется сверхновая. Похоже, что белому карлику под силу преодолеть предел Чандресикара, но твата ядрами нейтрона. Келоновые являются одним из основных источников происхождения элементов тяжелее железа. Такая вот огромная космическая кузница атомов. Также мы не можем не упомянуть об известной, хотя и пока гипотетическом объекте, известном как объект Торна-Житков. Считается, что это одна из самых странных звезд Вселенной образуется, когда нейтронная звезда попадает в красный гигант. Почти полвека назад физик Кип Торн предположил, что странная звезда типа космической матрешки может притаиться в космосе, просто ожидая, что ее найдут те, кто умеет искать. Астрономы назвали эти теоретические звездные гибриды объектами Торна. Возможное существование подобных объектов стало известно, когда было проведено компьютерное моделирование, в результате чего было обнаружено, что нейтронная звезда крошечный сверхплотный звездный остаток, оставшийся позади, когда звезда становится сверхновой. Может быть поглощен красной сверхгигантской звездой. Согласно моделированию, если два объекта пойдут слишком близко друг к другу, вместо выброса одной звезды, две звезды могут объединиться. Нейтронная звезда размером с город, имеющая солнечную массу, будет жить внутри своего гораздо большего хозяина, почти как космический паразит. Но даже если физика действительно допускает существование таких звезд, найти их будет сложно. В исследовании, опубликованном еще в 1975 году, Торн и Житков предположили, что эти звезды будут выглядеть почти идентично красным супергигантам, таким как, например, Бательгейзе в созвездии Ориона. Сверхгигантские звезды относительно распространены является одним из самых молодых и крупных звезд во Вселенной. Объекты Торна будут очень похожи на красные супергигантов, но предположительно с большей продолжительностью жизни примерно в 10 раз дольше. А что насчет столкновений в нашей Солнечной системе? Тогда как в некоторых частях галактики столкновения звезд встречаются довольно часто, вероятность участия Солнца в этом событии очень мала. Расчет показывает, что столкновение Солнца с другой звездой может случиться раз в 10-28 степени лет. Для сравнения возраст Вселенной составляет порядка 10-10 степени лет, так что вероятность приближения других звезд к Солнцу также невелика. Несмотря на малую вероятность непосредственного участия Солнца в таком событии, Земля может пострадать, если такое столкновение произойдет сравнительно недалеко по космическим меркам. Согласно моделированию, если столкновение звезд состоится в пределах 100 световых лет от Земли, то это уничтожит Землю и всех, кто на ней поселился. Однако на таком расстоянии от Земли нет ни одного звездного скопления. Кажется, можно немного выдохнуть. В действительности звезды колоссальные по меркам землян объекты космоса. Они непрерывно рождаются, взрываются и сталкиваются. Они дают материал для формирования новых планет, дают возможность развитию жизни на планетах. И когда-то от счастья они дали эту жизнь нам с вами. Субтитры Субтитры